Привет, друзья, это новый влог, и мы с Катюшей сейчас будем кататься, болтать, ну и что-то будет происходить, и я вам хотел показать копию Кати. Двоюродная сестра, ну скажите, что похоже. Вот, так что, если вам нравится внешность Катюши, то тебе сейчас 10, да? Да. Через 8 лет, милости прошу. Ссылку пока на тебя не указываю, потому что ты еще маленькая. Она себе хочет кориться, так что... Это она сейчас хочет. Если вы пончат, приходите, я вас жду. Тебе не рановато еще в 10 лет-то? Пойдем. Ну это ты сейчас говоришь, а потом все равно. По-любому поменяется. И будет, слышишь, все равно найдет себе такого тестостеронного мужика, как ты. Да, я просто вот честно тебе могу сказать. Мне, я понимаю твое увлечение, но мне вот такой типаж мужчин не очень нравится. Потому что они похожи на девочек. Ты можешь, конечно, со мной поспорить, но... Сейчас увидится. Да нет, это при чем здесь? У каждого есть свое предпочтение и вкус. Может быть, потому что я бородатый. Катька вон тоже думала, что ей не нравится. Нормальный. Катя спросила, Андрей красивый. Нормальный, говорит. А, главное, чтобы добрый был? А, ну таких полно. Да, таких много. Все, там, короче, есть свое мнение на этот счет. Потому что корейцы добрые. Вот так вот. Так что, если вы добрый, через 8 лет, пожалуйста, дам все контакты. Лен, найдем тебе жениха через 8 лет и переедешь в Москву. Все. Согласна? Хорошо же? Не знаю. Ну, ты же говоришь, здесь тебе понравилось. Правильно? Или не очень? В Брянске лучше. Где лучше? Нет, в Москве лучше. Ну вот, все. Будем тебе жениха в Москве искать. А может быть и... Может быть и в Корее искать. Кто-то смотрит. Может, и из Кореи, ребят. Смотрим меня. И сейчас дизлайки накидаешь, что ты ничего не понимаешь. Мы так выглядим, потому что мы за собой ухаживаем. А ты бородатая обезьяна. Вообще не понимаешь ничего. В красоте и в моде. А может, и с Дубая в себе найдешь. И будет у тебя еще более бородатый, чем я. Мы приехали с девочками в Сержио Пицце. Я еще раз хочу заснять, потому что они очень сильно похожи. Здесь свет очень прикольный. Света повернутся, да? Ну да, да. Мне придется конкурировать с Катей за контент, потому что она с сестрой постоянно снимает. Что-то там болтает. Что она болтает? Там не знаю. Уже записано, что. Семья видеоблогеров, да? Да. Что, в центр поедем? Да! Да, в центр. Господи, я как ребенок. Я так люблю кататься по центру. Там так красиво. Там все эти огонечки, особенно когда темнеет. Просто Москва это пушка. Ну да. Пушка, пушка. Как раз сейчас немножко стемнеет и будет красивая вот эта подсветка вся, иллюминация. Красота. Ты мне скажи, как тебе жизнь после регистрации? Шикарно. Что-то поменялось у тебя в сознании? Нет, я правда просто спрашиваю, потому что интересно. Сознание? Ну как-то не знаю. Мы и так, я всегда говорила, что ты родной человечек для меня, даже до регистрации. Вот, а сейчас я не вижу твоего лица. Ну, допустим. Вот, я хочу видеть твои глазки. То есть и до росписи ты был родным человечком, но как-то после росписи, как будто все, вот семья. Такое сознание. И не знаю. Просто сейчас у нас закончился вот этот этап жестких ссор. Ну не то, что жестких, но частых. Вот так вот скажем. Этап частых ссор закончился, и я прям кайфую. Когда-то все спокойненько, наладим. Ну ты, конечно, тоже вредничаешь, и я вредничаю. Но это не так, как было раньше, поэтому сейчас у нас все спокойненько и весело. А ты будешь вредничать, я достану свой папирус, буду тебя тыкать. Вот давай, устанем младенца. Ты хотела бы рано выйти замуж или нет? Наверное... Рано это типа 18-20, нет, 18-22 это рано, наверное, вот так. Ну... Или позже? Нет, разница. Ну лучше раньше, чем никогда. Согласна. Понятненько. Лучше раньше, чем никогда. Ну и корейца, да, естественно, как он был? Да, конечно же. Конечно же, обязательно. Надо, слушай, реально отметить этого, как его? Кто тебе нравится? Бончан. Вот надо отметить Бончан и сказать, что тебя тут девчонка красивая дожидается. Его, кстати, сколько ему сейчас лет, ты говорила? 25, он на меня на 15 лет старше. Он на 15 лет старше. Нормально. Еще больше старше. Так что нормально, дождется, чувак. Я думаю. Так вот. Ну и если ему... Если ему нравится. А ему до 2030 года нельзя встречаться, потому что если ты в Корее знаменитый, с тебе нельзя встречаться. У тебя на первом месте должны быть фанаты. То есть, когда у него контракт там закончится, он уже все, не будет, все. Тогда можно... И ты такая на сцену выходишь, привет, да? Слово, у тебя контракт закончился. Привет, ура! Что-то спросить, я тебя забыла. Короче, контракт закончится, и все, и может уже Ленка подняться. А, вот что я хотел сказать, если ему интересны девушки европейской внешности. А они, мне кажется, кайфуют от европейской внешности, да? Там он говорил, ну, у него там вообще нету этих типажей, он просто, ему все равно. Главное, готовить умеет, и все. Он так и написал, готовить умеет, и все. Ты понимаешь, что тебе надо делать в ближайшее время? Какой лавка изучать. Да, причем вкусненькая. Я им свеклы привезу, потому что там вроде, я слышала, в Китае, может быть, и в Корее. В Корее, это ж корейцы. Да, там свеклы вообще очень дорогая. Поэтому привезу ему ящик. Помнишь, как ты говорил, на Пхукете лавровый лист стоил сколько там? Я свежий лавровый лист видел за 15 тысяч бат, пучок. Свежий, от которой не засушенный. Ну, тогда было 1 к 1? 1,4. 1,4? Да, но это все равно дорого. Да, очень дорого. Двадцатка, 20 тысяч рублей. 20 с чем-то, да. Обалдеть. Ну, так вот. Ты, короче, приедешь, ему парча сваришь, и все. Ну, да. И он растает. Очаруешь. А в Корее вообще очень много русских заведений. Там говорят, очень много их. Прикольно. Знаешь, на что тебе получается надо копить? На Корею. Хочешь в Корею? Чтобы ты туда съездила, и все. Все, значит, копим денежки на Корею. Согласна? Ну, что, мне 8 лет копить, что ли? Там не такие дорогие, чтобы билеты туда. Ну, сейчас-то понятно, когда ты ребенок. Я тоже говорю родителям. Ну, что тебе? Это же недорого всего. Не, на самом деле дорого. Хочешь сейчас посмотрим, сколько билетов только стоит туда-обратно? Хочешь знать? А зачем туда-обратно? А, ты с билетом в один конец хотела? Туда и там остаться, все? Да. А мама? И все. А, школа? Приезжать будут. А, в смысле, зачем мне эта школа? А, ты имеешь в виду 18 лет туда? Да, еще. А, ну, понятно. А, ну ты, в смысле, сразу выскочить и все, и не париться. Я думала, ты до 18 лет, хотя бы там лет 13-14, полетишь на пару недель, там просто посмотришь, вернешься обратно, а потом в 18 лет уже. Слушай, ну какая сердцеедка растет-то, я тебе хочу сказать, с такими мыслями. Говорит, в один конец, зачем мне возвращаться? Молодец, молодец, слушай, дашь фору мужчинам, блин, в будущее. А, ну, если честно, можно сейчас там поехать в их там адрес вот так ворваться, все, я тебя покупаю. А ты думаешь, у них нет охраны? Есть, ну вообще там у них же свои дома, то есть у них там построили, они живут там, у них там получается два дома и в каждом, у них же 8 там участников, в каждом вот здесь 4 и здесь 4. А, два дома у них, они почти нет. Ну это как у блогеров вот этих хаоса, типа того. Типа хаоса. Понятно. Понятно. Но мне кажется, у них там охраны очень много. Ну да. Туда вряд ли попадают. Хотя по вот их меркам, когда их хотели ослепить в Китае, мне кажется, что у них охрана как-то очень маленькая, потому что их хотели ослепить. Как ослепить? Ну, с фонариками там специальными, как кошкам вот эти вот штуки. А, лазерные указки, да. Да, они, кстати, да, для глаз очень вредные. Их хотели ослепить. Но, конечно же, этого никто не заметил. Всем же все равно. Кто, фанаты хотели ослепиться? Нет, не фанаты. У них же агентство специальное, они подписывают контракт с агентством, что у них там будут и выплачивать все вот это вот, обеспечивать и так далее. И типа, и вот писали везде им. И в личные сообщения везде. И даже вот когда вот есть же специальные такие с ними приложения, где можно с ними общаться. То есть ты там платишь, но сейчас в России это недоступно, либо там покупаешь специальный альбом, и там карта такая идет. И типа ты оплачиваешь там, и с ними можно там общаться, писать. И что, им угрозы там писали? Нет, не там именно. Там вот в Китае есть специальное такое приложение или что там у них. Вичат, наверное. Да, вот как чат такой у них там все китайцы общаются. И там угрозы были. Да, и угрозы были. Обалдеть. И чуть их не ослепили. И прям когда они выходили там в Китае, их вот так вот светили, и там, когда только охранник в самый последний момент увидел и там отвел уже. Видишь, Катюх, как скучно мы с тобой живем, а? Слушай, опасное творчество, однако. Там каждого хотят убить за то, что ты один шаг сделаешь, не тот, кому-то не понравилось, все. Подойдешь там, допустим, к какой-нибудь девушке на улице, все, тебя убьют фанаты. Слушай, может и хорошо то, что у меня всего 2,5 тысячи аудитории. Спокойно живу за тобой. Ну да. Да, я тоже спокойно. В принципе, мне надо. Никто не угрожает, знаешь, как хотели вот так ослепить вот так этими указками. Ну, у них миллионная аудитория, даже больше, чем у любого блогера. Я тебе рассказывала, когда ездила в Екатеринбург, блогершик одной, неважно, не буду говорить. У нее тоже были такие ситуации, ей пришлось даже вот они переехали на старую квартиру, ее проследили, ее нашли в городе, проследили, и потом ее заколебывали, приходили прям туда, фанатки или фанаты, не знаю. Девочки пришли, капучино, поки, как обычно, а олени взяли. Бутерброд с лососем, да, в итоге, или с курицей? С курицей. Топовый. Мне очень нравится. Но он сочный такой. Лучше над коробкой ешь, он течет, зараза. Да, очень сильно. В итоге сейчас все грязно будет. Вкусный, да? Да. Сам хлебушек тут прикольный. Ну, приятного вам, что ж. Только ты не сможешь, да, ведь есть так, в пути. Я? Да, или сможешь? Я смогу, а Лена не знаю. Ты сможешь, я поеду, а ты будешь есть? Могу. А, ну все, отлично. Погнали тогда. На старт. Внимание. Пушка. Пушка. Погодка сегодня вообще огонь, а. Как же я доволен. 26 градусов, пишет машина. Пушка? Ой, видишь как? Я вообще тащусь по этому бутику. Ну что, сегодня день ВДВ, и меня они не пускают. Я на такого в Минске не пускаю. Нет, здесь постоянно. Сегодня 2 августа. Поздравляю всех ВДВшников. С праздником. Давай, Ромашка, иди сюда. Короче, стойте катер и все это тебе подарок. Такой. Вот такой. Спасибо. Да не за что, пользуйся. Пожалуйста. Я у тебя выпытывал вопросы про телефон, чтобы понять просто, что у тебя с ним не так. Меня очень сильно обладает. Ну, надеюсь, не будет теперь. Спасибо. Сейчас будешь раскрывать. Да. Пойдем. Да. Держи, на. Это мне неудобно. Думала, что мы замыла. Да. Потому что до этого с Катюхой говорили, что в онлайн мы заезжаем за всякими бытовыми штуками. Ну, ладно, может, что-то заказали. Ну, вот тебе подарок заказали. Круто. Спасибо. Не за что. Ну, что, будешь распаковывать? Прямо сейчас. Ну, как хочешь. Хочешь дома. Ну, конечно, когда. Хочешь дома. Хочешь дома. Катюх, ты своей камерой перекрыла мою камеру. Ну, ладно, я вот так вот. Сначала пленку. Там разрешение у телефона 2К. О, как раз. Поэтому он должен быть получше. А, он бирюзовый внутренний такой. Все, это на коробочке он черный. Но все равно красивый цвет. Мне нравится. На самом деле этот цвет выбирала тебе Катюх. Да, это я выбрала. Вау, кстати, он очень красивый. Прям перламутровый такой. Стой, дай покажу его. Да, да. Блин, очень красивый. Да, он классный. Я не ожидала, что у меня телефон. Держи. Рада? Очень. Можно пленку снимать? Конечно. Ну, это твой телефон. Делай с ним все, что хочешь. Можешь его об асфальт разбить. Зачем? Он же твой. А он, получается, заряжен или его заряжать? А ты задержи кнопку боковую. Мы не знаем. Вот это светлый. У меня такого светлого нет. Нет, он вот светлый, да. Он должен быть в этом плане. Мне нравится, что он такой вот хорошо, что он все-таки бирюзовый, такой более зеленый. Мне он больше цвета нравится, чем более черный. Потом пленку, если что, наклеите с мамой уже. Чехол купите. Да. И чехол. Ну, чехол недорого. Можно за 200-300 рублей купить, поэтому. Да. Пользуйся. Сейчас Катюша поможет и ей все настроит. Только этот пароль не показывайте. Пароль не будем показывать. Все нормально будет. Да. Держи, Петюня. Я до сих пор в шоке, если честно. Ну, ничего, ничего. Сейчас придешь с себя, попользуешься. Очень классно. Я вот даже не ожидал. Тут вместе с комплектом шел и чехол. Это очень хорошо. Круто. Вот. Такой прозрачный. Не надо покупать. И плюс наклеена пленка на экране. Угу. Вот это прям кайф. Кстати, чехлы очень похожи. Если говорить, то они очень похожи. Ну, только у тебя, да, немножко он пожелтел. Все, все пришло? Да. Ну, тогда подождете меня, я пока заглушил. Да, сейчас должен быть новый. А мой телефон у кого? Вот он. Ну, тут Wi-Fi идет. А, мне просто он нужен. Ну, что, Ленка, довольна? Да. В центре понравилось? Ага. До сих пор шокер. Че ты до сих пор? Что шокер, что новый телефон. Да это ладно, телефон. Поездка, как тебе? Круто. Мне понравилось.